Как мечтать, если много мечтал, разочаровался в том, что мечты не сбываются, и мечтать больше не хочется? Единственный способ продолжить мечтать – это понять, что мы все ошибаемся, мы ошибались, ошибаемся и будем ошибаться. Потому что путь к успеху, к реализации любой мечты – это именно путь от ошибки к ошибке. Это путь 10 тысяч повторений, когда 9999 раз у тебя не получится. Если много мечтал, разочаровался в том, что мечты не сбываются, и мечтать больше не хочется, чтобы не разочаровываться. Хороший вопрос. Как мечтать, чтобы не разочаровываться? Многие люди отказались мечтать, потому что мечтали и не получали желаемое, и они отказались. Это как прийти на секцию гимнастики, начать заниматься, не получилось, бросила секцию гимнастики, решила стать художником. Пришла в художественную школу, все хорошо рисуют, а тебя не похвалили, у тебя что-то не получилось, бросила, все, передумала быть художником. Так же и в жизни. Когда мы сталкиваемся с неудачами, с ошибками, с отказами, с осуждениями, многие люди не могут это принять, и они закрываются в своей ракушке, они отказываются от своих мечт. Хотя самая большая ошибка в жизни – это страх совершить ошибку, самая боязнь совершить ошибку, потому что путь к успеху, к реализации любой мечты – это именно путь от ошибки к ошибке. Это путь 10 тысяч повторений, когда 9999 раз у тебя не получится. Но на 10-тысячный раз у тебя лампочка загорится, у тебя мяч попадет в корзину. Это просто люди, которые ели путь соли. Это люди, которые планировали, упорно двигались, дисциплинированно двигались, которые были самодостаточными, ответственными, любящими, инициативными. И вот этот путь соли, а это и есть 10 тысяч повторений, приводит к тому, что вы получаете тонну счастья или достигнутую цель. Единственный способ продолжить мечтать – это понять, что мы все ошибаемся, мы ошибались, ошибаемся и будем ошибаться. Фигуристы, которые занимают первые места, они не сразу на льду крутили сальто и пируэты. Они падали, расшибали коленки. Вот только так. Поэтому самая большая ошибка – это страх совершать ошибку. Вот от этого избавляемся и просто тренируемся мечтать, несмотря ни на что. Расширяем свои хотелки, просто расширяем, начинаем много-много мечтать. И маленькими-маленькими шагами двигаться к большим-большим целям. То есть большинство людей, они ставили себе цели, но в итоге от них отказались. Почему? И у них нет энергии. Потому что у них есть либо чувство вины за прошлые неудачи и отказ. Либо обида на кого-то, либо на что-то. Поэтому мы в Академии КУП-8 учимся и мечтать, то есть ставить большие амбициозные цели, то есть в то, чем вы уже учитесь. И постепенно двигаться шаг за шагом к этим целям, вот так вот увеличивая их. И прошлый опыт превращать, прошлый негативный опыт превращать в ценность. И тогда у вас будет энергия, которая будет вас туда двигать, и вы никогда не остановитесь. И о чем говорит вот эта фраза, что вот моя мечта не сбылась, и я поэтому перестала мечтать. Это говорит о том, что не был произведен анализ. А почему мечта не сбылась? Что я конкретно сделала не так? И у тебя нет понимания, как в следующий раз поступить, чтобы мечта-то твоя сбылась. И почему очень важно. Мы всегда держим фокус в две стороны. Мы держим фокус на цели, но у нас всегда есть еще фокус на анализе прошлого опыта. И как только мы поймем, что мы влияем на то, будет достигнута наша цель или нет, а поймем это только тогда, когда проанализируем наш прошлый негативный опыт и увидим, где нам нужно подкрутить, чтобы в следующий раз наша цель была достигнута. Потому что все мы влияем на свою жизнь, и мы хозяева своей жизни. И это касается обоих направлений как раз, Лена. То есть берем сферу любимый человек и любимое дело. Если была любовь, но она прошла, завяли помидоры, а она была один, раз два, раза три, то некоторые женщины говорят, я больше замуж не выйду. Или мужчины говорят, я проживу оставшуюся жизнь холостым. Ну, буду менять там сексуальных партнеров, но жить вместе не ногой. Потому что человек не научился, не смог, не получилось, и он отказался от этой мечты. То же самое в бизнесе. Начинал бизнесы, брал кредиты, там обломили бизнесы, растерял, потерял, не получилось, уволили. И все, и человек говорит, все. Анализы не было произведено, работы над ошибками, не понял, как это произошло. Думает, случайность? Да, а на самом деле случайности нет. Нужно просто двигаться. Не умеешь любить? Учись. Не умеешь зарабатывать деньги? Учись. Не умеешь продавать? Учись. Вот то, чему вы будете учиться в нашей академии в течение года. Как говорят, хотеть не вредно, вредно не хотеть. То есть, если вы чего-то хотите, и у вас не получилось, и вы к этой цели идете, но у вас не получилось, у вас все равно был шанс. Если вы не хотите, у вас шанса вообще нет. Поэтому обязательно мечтайте, обязательно рисуйте картинки своего будущего. Будущего в голове. Тогда у вас хотя бы есть шанс. Да, вы можете ошибиться, вы можете идти к этой цели дольше, чем вы планировали. Но у вас все равно есть шанс туда попасть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!